Спасибо, господин президент. Спасибо за вашу речь и спасибо за взаимодействие. Мой вопрос был посвящен отношениям России и Индии. Вы встречались с премьер-министром Моди несколько раз за последние несколько месяцев. Премьер-министр Моди в какой-то момент времени упомянул вам, что это не должно быть эпохой ужасов. Что бы вы сказали по поводу этого заявления? Если бы вы также могли сказать нам по поводу концепции евразийской безопасности, какую роль вы предвидите для Индии? Третий вопрос. В изменившихся геополитических обстоятельствах вы также упоминали о важности цивилизации, ценности цивилизации, что Россия – это государство цивилизации, Индия также. Каковы сферы, в каких новых сферах, где Индия и Россия могли бы работать вместе? Спасибо. Индия – наш естественный партнер и союзник на протяжении десятилетий. Думаю, что всем хорошо известно, какую роль сыграл Советский Союз, Россия в обретении Индии своей независимости, как мы поддерживали индийский народ на протяжении десятилетий. И за это время у нас сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения с индийским народом. Вот прямо скажу это в таком контексте. И насколько мы понимаем, насколько мы чувствуем и со стороны наших индийских друзей, там такой общенациональный консенсус существует по поводу развития отношений с Россией, с нашей страной. И на этой базе, на этой основе мы развиваем отношения с Индией по всем направлениям. Это касается и экономики. Она развивается хорошими темпами, причем тоже по разным направлениям. Это, скажем, энергетика. Мы, кстати, готовы, кроме поставок нефти, поставки на индийский рынок возросли многократно. Это касается возможности поставок СПГ, сжиженного природного газа. Мы работаем активно в области атомной энергетики и возводим в Индии атомные электростанции. Мы с огромным уважением относимся к идее, пример министра Моди, к его идее «Делай в Индии», к его призыву «Делай в Индии». Готовы инвестировать, вот, скажем, в той же области энергетики. Одна из самых крупных иностранных инвестиций – 20 миллиардов долларов – это российская инвестиция. И мы готовы дальше это развивать в таком же ключе. Сейчас, конечно, мы должны думать о новых технологиях, и мы думаем об этом, и будем в этом отношении двигаться. На последней встрече господин премьер-министр обратил внимание на то, что индийским производителям сельхозпродукции есть острая необходимость увеличить количество и объём поставок удобрений. Мы это сделали и готовы наращивать, имея в виду потребности индийского сельского хозяйства. Есть и другие сферы, их много. Индия – великая страна, самая большая сейчас по населению, полтора миллиарда человек, плюс 10 миллионов ежегодно. Развивается быстрыми темпами, она лидер по темпам экономического роста среди крупных экономик, сколько там, 7,4, по-моему, десятых процента роста ВВП в год. И Индия относится как раз к тем странам, темпы развития которых будут развиваться большими темпами, чем даже благополучно развивающиеся экономики сегодняшнего дня. Поэтому наше видение того, что, как и где, в каких сферах и какими темпами должны развиваться наши отношения, оно строится исходя из реалий сегодняшнего дня. А реалии такие, что в разы увеличивается объём нашего сотрудничества. Торговый оборот пока не такой большой, как с Китаем, но всё-таки почти 60 миллиардов долларов – это 58 с чем-то ещё. Но и увеличивается ежегодно. И в этом году уже за 9 месяцев текущего года эта тенденция сохранилась. Что касается решения острых кризисов, мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства и, прежде всего, премьер-министра, который высказывает о своей забоченности по поводу, скажем, конфликтов, в том числе на украинском направлении, и предлагает свои идеи по регулированию. Безусловно, это находится в поле нашего зрения, и мы без всякого сомнения не только благодарны премьер-министру за его внимание к этим проблемам, но и за его предложение и за то, что и как он делает в этой связи. Ну, а в целом, думаю, что отношения с Индией развивались высокими темпами, и у нас есть все основания полагать, что на базе того, что достигнуто до сих пор, мы будем двигаться ещё даже более высокими темпами, чем на сегодняшний день. Но, кстати говоря, это традиционно, всем хорошо известно, развиваются отношения и в сфере безопасности, в военно-технической области, ну, посмотрите, сколько на вооружении индийской армии находится российской техники. Мы развиваемся здесь действительно с известным уровнем, высоким уровнем доверия. Вместе не просто, мы не просто продаём в Индии, там, в Индию наше вооружение, вместе занимаемся разработками. Система Брамос хорошо известна, мы её, значит, сделали практически используемой в трёх сферах, и в воздухе морячили, и на суше, и эти разработки в интересах обеспечения безопасности Индии продолжают. Это всем хорошо известно, не вызывает ни у кого абсолютно никаких вопросов или какого-либо раздражения, но свидетельствует о высоком уровне нашего доверия и сотрудничества. Так и будем делать на ближайшую историческую перспективу, надеюсь, и в будущем.